1 июня 2019 года мы были в гостях у Годжимы Зокарима, вот проезжая в сторону его кишлака, сурдиом который называется, то есть селение, вот в районе дома отдыха Шуамбары, мы повстречали вот такую вот отару гисарских ковец, рыжих, красных как у нас называют, и с дороги выдели их, поднялись, чтобы посмотреть что это за овцы, оказалось что это овцы, вот именно относятся к гисарскому району, принадлежат они хозяйству, барракад и главный чабан там, главный Дахмарда, его зовут Сувров, это их овцы, здесь они вот как раз делали осмотр овец, тяжело было подняться немножко в гору, запыхались мы, а чабанам это привычное дело, они спускаются, поднимаются, это горы для них как для нас обычный стадион, пешеходная дорожка, вот овцы отличного качества, вот если кто смотрел наши репортажи из горной мочи, где мы снимали красный, скот, рыжих, джой-дори, мочинских, гузенских, ребят, вот гузенцы кучкаров берут, как раз таки вот гисарских, не прививают кровь к своим, улучшая и улучшая качество, добились великолепных результатов, у них овцы отличные, а вот это уже гисарские чистые овцы, вот мы видим, что в этом году, как всегда, мы отмечали, что очень хороший был травостой, и поэтому вот ягнята удались на славу, видите, какие они упитанные, это все ягнята вот весеннего, как говорится, разлива, и вот такой вот сплошной ковер из рыжих гисаров, и отличный у них ягнята, приплод был в этом году хороший, ну как мы видим, что шерсть некоторых уже почти полностью сошла, ну вот у которых у меня не сходит шерсть, сама не вылинивает, их стригут, ну так как в этом году было очень много дождей, и желательно не гнать овец стриженными во время дождя, многие чабаны решают стричь своих овец уже высоко в горах, когда погода установится, ну вот мы видим, что здесь есть и другого цвета овцы, вот например вот с белыми ножками, но я специально всегда спрашиваю, это овцы ягнята, самих чабанов, в смысле к хозяйству, они никакого отношения не имеют, а это вот посмотрите, матка с ягненком, ягненок, которому еще только три месяца, уже почти рост с мать, и весит он больше 30 килограмм, и это все конечно же без всевозможных подкормок и искусственного там, как говорится, выкармливание, вот на молоке и на травке, то, которую он получает, когда пасется, вы видите, что чабаны заняты своим делом, мы им конечно же не мешаем, вот пытаемся снимать, они любезно согласились на это, вот осмотрим и смотрим качество овец, качество очень хорошее, великолепное можно сказать, вот такой момент, вот овцы спускаются вниз с пригорка, и вот такая вот великолепная картина, опять-таки остановимся на том, что в этом году был большой перелет бабочек-крапивниц, вот они везде в объективе мелькают, сначала даже люди боялись, что такое, почему, везде бабочки, не сидят ли они урожай, но бабочки, как оказывается, безвредные, ну просто их миллиарды пролетело над Таджикистаном, и ажиотаж такой существовал, а вот, видите, это овцы Кисарского района, и Дагмарда, вот сугроб, молодец, много вложил труда, вообще, чабаны в этой Атаре были такие, все веселые, с шутками-прибаутками, потрунивали друг на другом, спрашивали, когда видео появится на ютюбе, мы пообещали им несколько дней, но вот видите, уже прошло почти 20 с лишним дней, 24 дня прошло, и только сейчас мы вот это видео выставляем, потому что, опять-таки скажем, что скорость интернета неважная, чтобы такие большие файлы загружать, требуется очень большое время, тем более, это всего лишь на все с телефона, еще есть вот, там снимают телефон на камеру, более лучшие кадры мы сделаем, когда, вот, видите, вот эти вот ребята, Ашиддагмарда, такие вот балагуры, вот, веселые, они трудяги настоящие, сейчас они уже, конечно, высоко в горах, далеко, и нам повезло, честно говоря, увидеть, такое великолепие, недалеко от города, это 30 километров всего от столицы было, место снимали мы в окрестностях, опять-таки скажу, что санатория Шуамбары, и родного, родного селения, вот, Джимель Зокарима, Мьезу Рахимова, вот такие вот ребята, молодые парни, занимаются овцеводством, занимаются породой, конечно же, под присмотром, бдительным присмотром и зоотехников, ветеринаров, руководителей хозяйства, вот, такое вот великолепие, кормящие матки, конечно же, они похудеют, потому что им приходится тратить очень много энергии, именно выкормывание своих, как мы видим, они до сих пор еще сосут молоко у матери, вот, и плюс, к этому им нужно ходить, вот, а ягнята, смотрите, убитые, все красивые, и осенью из них вырастут великолепные, уже шестимесячные будут они, когда будет начнется отбивка, отбивать будут в шесть месяцев, вот тогда, ну, посмотрим на них уже воочию, что из них получилось, но, на данный момент, результат, как мы видим на лицо, великолепные красные кисарские овцы, собаки там тоже очень хорошие, мы дальше покажем, где собаки, вот такие вот, видите, извилистые дороги, это холмы, невысокие, но, достаточно крутые, поэтому, подниматься и ходить туда-сюда, немножко, конечно, утомляющее, такое занятие, ну, вот, чабаны показывают, на вот этих вот ягнят, вот, смотрите, какие они, впитанные, хвалят со своими достижениями, ну, есть, чего хвалиться, вот говорят, что 30-35 килограмм, этот ягненок будет весить, вот, отличное зрелище, конечно, великолепное такое, и вот теперь, ну, что еще можно сказать, что мы после того, как поснимали овец, решили пойти поснимать еще и собак, которые недобрано нас лаяли, но мы взяли с собой напарники, сопровождающие одного из этих наших догмарда, и двинулись в сторону собак, которые, видя, что мы двигаемся вместе с чабаном, решили даже на нас не обращать внимания, вот таким образом они отдыхают, приближается хозяин, они ориентируются сразу же, уделяют хвостиками, и всем кажется, что вот собаки такие вот добренькие, никого не трогают, и просто как для красивого антуража здесь содержится, но на самом деле, любое животное, находящееся в Атаре, будь это лошадь, будь это ишак, или будь это собака, они все выполняют свои функции, а вот эти собаки, они борются с волками, медведями, когда приходится барсами, вегиенами, вот такой вот угрожающий тоже красавчик, очень хорошего качества пёс, вот к нему побегает тоже пёс, уменьшенную пытается с ним заигрывать, но видите, реагирует очень неподоброму, рычит старший пёс, как оказался, это отец этого молодого, которому два года, отцу, вот было 4-5, по-моему, но такие вот они замечательные эти собаки, нам рассказывает Дагмарда, что и руководители хозяйства похвалили Атару, и что сами они довольны работой, вот, ну вот собаки, как видим, заняты своим делом, ну и мы здесь подшучиваем, потому что в солнечный денёк, травка зелёная, есть возможность пойти посмотреть ещё и лошадей, у этих чуганов, они, вот такая вот у них стоянка, видите, палатка разбита, и здесь же пасутся их лошади, ну вот этот вот молодой это у нас той маленький ещё жеребчик такой, а это вот быт жабанов такой, видите, солнечная батарея, от которой они заряжают свои телефоны и фонарики, и вот этот молодой вот коник, вот, очень мухи, как говорится, досаждают им очень много мух, вот что поделать, здесь вот мизина, здесь мух очень много, вот, такой вот хороший, тожицкий конёк, красавчик, он уже объезженный, сами же ребята его объездили, молодцы, а вот эта вот мама, кобыла, серая такая, тоже очень красивая, но опять-таки, пожелаем этим нашим нагмарам удачи, здоровья, и огромное спасибо за их труд. Харатом, если чё, харатом грифтейн, суратурша, таму, хамикати, коротон будь,